Танцующие роботы и системы, повторяющие движение человека. Так просто, без страшных математических алгоритмов и формул, дети знакомятся с миром робототехники и радиофизики. Мы ориентированы на то, чтобы каждый из них потрогал, попробовал, поговорил с преподавателем, со студентами, чтобы на самом деле он почувствовал дух университета. После вводных лекций сразу к испытаниям моделей. Внимание детей больше всего привлекает система, сканирующая движение человека. Если таким роботом можно управлять движением рук или ног с помощью считывающего датчика, то другого робота заставить танцевать можно только по заранее заданной программе. Но важно не только развлечь школьников, но и объяснить им, как работает такая машина и из чего она состоит. Показали конструктор, из какого конструктора его собирали. Еще рассказали, что роботы начинаются от стиральных машин до искусственного интеллекта. Для школьников постарше подготовили доклад о медицинской физике, как работает рентген, томография и УЗИ. А здесь школьникам объяснят, по какому принципу звук, изображение и даже команды для робота передаются через Wi-Fi. Все это вызывает любопытство многих, но по-настоящему увлеченных единицы. Как отмечают сами преподаватели, сейчас детей больше привлекают гуманитарные науки. Но даже с самой небольшой аудиторией в УЗИ готовы работать уже сейчас. Мы таких одаренных детей, увлеченных, готовим как раз к каким-то позициям. То есть всех невозможно подготовить к тому, что нам нужно, но вот единицы встречаются и довольно-таки приятные ребята. Пока фестиваль больше всего похож на развлечение, но возможно именно таким путем юные дарования приобщаться к непростому миру науки. Ирина Харитон, Александр Антропов. Наши новости.